На остановке Алтынорда по проспекту Кунаева рабочие завершают работу по укладке плит. А почти новую брусчатку еще не успели вывести. Очередным обновлением остановки занимается городской отдел ЖКХ. 86 миллионов тенге на Тимирлановском шоссе и по проспекту Кунаева мы установим 95 современных остановок. Стоимость одной остановки 876 тысяч тенге. Они очень прочные. Да, дизайн очень хороший. На содержание 280 остановок. Из бюджета выделено 39 миллионов тенге. Горожане восторга чиновников не разделяют. Стеклянные остановки не для нашей жары, уверяют они. От солнца под такой не спрячешься. Да что люди с сиденья остановок уже плавят от палящего зноя. Может быть в северных регионах они бы и пришлись ко двору, считают шимкенцы. Вообще не нравятся эти стеклянные остановки. Нет от них тени. Лучше бы деньги направили на дотацию проезда в общественном транспорте. Проезд очень дорогой. На днях в переполненной газели вытащили деньги. Неужели нельзя в Жанаталап пустить автобусы? Вот куда нужны деньги. Горожане не против новшеств. Но считают, деньги нужно расходовать на решение проблем. Например, на покупку автобусов, увеличение маршрутов. Чем тратить деньги на постоянное обновление одних остановок, лучше бы их использовали на понижение проезда в общественном транспорте. А то на 35-45 тысяч тенге уже не прожить. Как меняются Акимы, так и остановки и озеленение меняются. Сколько можно? Только и знают себе зарплату повышать. А кто подумает о народе? Как можно на мизерную зарплату семью прокормить? Проезд 70 тенге. Продукты дорожают. Неужели власти не видят, как трудно стало жить? Как бы старые остановки с главных улиц перенесут на окраины. Городской отдел ЖКХ отвечает за 560 остановок и 767 расположенных в Шемкенте. 63 с будками красного цвета и 36 остановок отданы на 15 лет в аренду ТО. Еще 105 на 25 лет частникам. 360 остановок будут установлены на населенных пунктах, присоединившихся к городу. Шинару Аразова, Монтай Ульбеков, Дельшат Адашев. Информационная служба телекомпании «ОтРАР».